вот насколько на сегодняшний день ощущаются экономические последствия пандемии в портовой сфере украины в логистике есть уже какие-то понимания по какими сферами больше всего ударит этот кризис но давайте говорить так что то что на сегодняшний день марте в начале апреля мы видим еще достаточно стабильные темпы экспорта импорта тех небольших транзитных объемах которые существуют это по сути еще ни о чем не говори это по инерции отрабатываются те контракты которые как правило были заключены в докарантинный период с другой стороны мы же прекрасно понимаем что чудес не бывают и в процессе спада мировой деловой активности процессе спада мировых экспортных импортных рынков процессе карантина в нашей стране тех ограничительных мер которые вводятся все прекрасно понимаем что мы уже уже де-факто вошли в назовем это так достаточно сложный если не сказать кризисный период для всего транспортного комплекса в частности для отрасли водного транспорта почему потому что падение экспорта импорта но приведет цепной реакции сокращение перевалки в портах сокращение объемов работы сервисной компании автоперевозчиков укрзалезность и и десятков тысяч связанных с этой отраслью мелких предприятий если мы послушаем стороны специалистов экспертов в сфере прогнозов экономических то все эксперты говорят что уже на сегодняшний день до 10 процентов компаний перестали функционируют если еще 3-4 недели продлится существующаясь ситуация это еще 10 процентов а если еще несколько месяцев продлится это еще около 20 процентов компании которые перестанут функционируют другими словами в течение двух-трех месяцев около 40 процентов предприятий малого и среднего бизнеса могут перестать функционировать из-за той ситуации, в которой мы находимся в связи с пандемией. О чем это говорит? Это говорит о том, что на сегодняшний день, кроме как разрабатывать мероприятия медицинского характера или профилактического характера, на мой взгляд, нашему правительству и руководству отрасли надо думать, какие экономические мероприятия ежедневные, подчеркиваю, должны внедряться для того, чтобы сократить негативное влияние этого кризиса во время карантина и от чего, собственно, отталкиваться и где будет этот рост и восстановление показателей после того, как этот карантин отменят. Мы же все понимаем и надеемся, что этот процесс не вечный, в любом случае мы из него выйдем, дай бог, чтобы с наименьшими потерями и последствиями для граждан Украины, тем не менее, это закончится. И вот чем мы будем восполнять этот период, когда бизнес уже половину не работает, люди сидят по домам и не могут, скажем так, полноценно функционировать, об этом надо думать уже сегодня. Я могу привести пример. Например, да. Если мы говорим, опять же, о отрасли водного транспорта, как мы уже знаем, она у нас состоит из портов, внутренних водных путей, украинских моряков и так далее. Возьмем порт. У нас всего на сегодняшний день в силу, опять же, бюрократических процедур, которые много лет у нас складывались во власть, у нас до сих пор не утверждены финансовые планы большинства предприятий, государства, в том числе администрации морских портов. Что за собой влечет отсутствие финансовых планов? Влечет за собой невозможность тратить не бюджетные средства, подчеркиваю, не бюджетные средства, а средства, которые есть и лежат на счетах АНПУ. На судоремонт не дает возможности заниматься реконструкцией, модернизацией, списанием имущества, не дает возможности заниматься крупными стройками, потому что и титулов, насколько я знаю, строительства тоже нет. Другими словами, в сегодняшний сложный период, непринятием, не утверждением финпланов, Кабмин сдерживает тысячи рабочих мест, которые могли бы сегодня функционировать, строить причалы, железные дороги, автодороги, ремонтировать флоты и так далее. Скажите, что может быть сегодня, на втором месте, после того, какое время одевать маски и их снимать, что может быть важнее, чем обеспечивать рабочие места в тех сферах, которые относятся к критической инфраструктуре? Казалось бы, но почему этого не происходит? Я не могу ответить. А вот вопрос. Насколько вообще МПУ готова к таким вызовам, учитывая, что на предприятии уже сколько-то месяцев нет руководителя полноценного? То есть Александр Георгиевич Голодинский, конечно, очень опытный человек, профессионал и так далее, но сам статус его такой подвешенный, насколько он позволяет эти проблемы решать? Ну, те проблемы, о которых я говорил, статус исполняющего обязанности позволяет решать. И статус исполняющего обязанности это в принципе плохо, потому что человек работает в режиме одного дня и не может стратегически мыслить и строить далеко идущие планы. Это вообще плохо. И у нас при текущем правительстве не особо и поменялись это время исполняющих обязанностей, как его называли. Оно пока никуда не делается. Ну, Николаевский порт, Одесский порт и так далее. Нет, да. Сейчас это отдельный вопрос. У нас есть более важные вопросы, которые стоят на повестке дня в связи с эпидемией. Еще раз повторюсь, что АМПУ готов к АМПУ, есть деньги, насколько мне известно, сколько мы читаем из средств массовой информации. У них есть деньги, у них есть проекты, которые строились, на которых работают сотни строителей, сотни судоремонтников. То есть они могут сегодня загружать людей работой, создавая в эти сложные периоды дополнительные рабочие места. Вместо того, чтобы это делать, ввиду отсутствия финплана, титулов и так далее. Потому что у нас продолжает Кабмин заниматься микроменеджментом. Даже в это сложное время, когда надо сотнями решений принимать ежедневно, облегчающие работу предприятия. У нас все равно микроменеджмент. Минфин какие-то там проценты роста доходов учитывает, не нравится, что списывают компьютеры старые 25 копеек стоимостью и так далее. Вот продолжают, понимаете, играть в бюрократию, не осознавая, что пришли совершенно другие времена и совершенно другие вызовы стоят. Если говорить правильно, то для того, чтобы минимизировать негативные последствия в экономике, которые повлекут за собой потери миллионов рабочих мест в Украине, которые могут привести к последствиям намного большим, чем потери от этого коронавируса. И сегодня просто отменить 99% процедур, которые искусственно были созданы, у нас даже текущее решение не принимается. Можно было бы отменить, просто полностью отменить утверждение финпланов на уровне Кабмина. Кому оно нужно, скажите? К чему оно приводит? Какую экономику государственных средств оно дает? Кроме задержки в инвестициях, ничего оно больше не дает. Более того, даже никто потом не спрашивает за показатели финансовых. Первый пункт – отмена планов на уровне Кабмина. Это как пример. Можно значительно сократить процедуры, связанные с передачей в аренду государственной имущества. Есть сегодня желающие какие-то, вдруг в это сложное время, приходить, брать в аренду государственное имущество, имея рыночную оценку и так далее. Не речь идет о том, чтобы сэкономить. Отмените согласование на уровне министерств через эти комиссии имущественные и так далее. В любом случае, есть фонд Госмайна, есть Прозоро, в конце концов, система. Этого более чем достаточно. Упростите вы на 90% государственные закупки. Опять же, они все идут уже через Прозоро. Если мы говорим не о бюджетных деньгах, если мы говорим о деньгах предприятий, которые лежат у них на счетах в банках. Ну, тут сразу всплывает вопрос концессий и тех предприятий, которые были переданы. У нас есть значительное количество местных тарифов, кроме портовых сборов, кроме спецуслуг, которые регулируются государством. Есть значительное количество местных тарифов, оформление прихода-отхода судов, информационные сборы, платы за пропуска какие-то, еще за что-то. По которым, более того, по многим из которых уже прошли все судовые инстанции, которые доказали, что эти тарифы незаконно занимаются. Другими словами, есть основания у руководителей сегодня эти тарифы отменить. Что даст возможность же и бизнесу многому, многим десяткам предприятий сохраниться на это время. Для МПУ это небольшие деньги, они их и не заметят. А для многих предприятий малого бизнеса это позволит пережить этот период. Это я просто объясняю как пример. Говоря о тарифах прихода-отхода, это вопрос не МПУ, это вопрос предприятия Морич-сервис или как оно называется в сфере морской администрации. То есть, другими словами, все сегодня настройки, которые были созданы, которые бизнес выдерживал в те времена, когда было какое-то развитие, их сегодня срочным образом отменять, процедуры пересматривать, регулирование, зарегулирование, это искусственное, отрасли со стороны Кабмина, министерство инфраструктуры, его надо отменять, оставлять согласование только стратегических направлений. Исключительно стратегические решения должны приниматься на уровне центральных органов, таких как Кабмин и министерство инфраструктуры. Думать, что еще должен делать бизнес. Сегодня экономический антикризисный штаб, он должен быть более, скажем так, точнее не менее работоспособный, эффективный, нежели противопелагнический, против, скажем так, штаб, который борется с эпидемией. Ежедневно должны заниматься и думать, чем облегчить жизнь предприятия. С точки зрения железной дороги. Сегодня мы видим, что все катастрофически падают цены на частные вагоны. У Казалезной сети значительное количество тарифов, которые они выставляют собственникам вагонов. То есть до этого у нас много лет люди инвестировали в частный подвижной состав, в зерновозы в данном случае, если мы говорим о зерне. Построили тысячи вагонов, имели одни сроки покупаемости, планировали одни сроки окупаемости. Сейчас ситуация поменяется. Соответственно, что ждет этих предприятий? Либо ухудшение показателей, либо вплоть до остановки и банкротства. Должна ли у Казалезной сети им помогать, минимизировать для них тарифы за пользование путями, отстоя и так далее? Должна помогать. Потому что у Казалезной сети заинтересованы в этих вагонах, чтобы они существовали. Вопрос. Дело в том, что после... Я прошу прощения. Если у Казалезной сети минимизируют тарифы, насколько это ударит по автоперевозчикам, опять же? Я говорю на тарифы для пользователей вагонов. Я говорю про тарифы для собственников вагонов. Правильно так сказать? То есть так, где можно. Надо сейчас помогать бизнесу. Потому что надо не забывать о том, что экономикой движет у нас частный бизнес в Украине. Что государственные монополии, они не являются бюджетно-образующими. Юрий, вопрос еще такой. А вот госпредприятия, которые на сегодняшний день были уже в прошлом году, зафиксировали определенные убытки. И там мелкие порты, там измаильские порты, там целая гроздь их. Там Бердянский порт, Херсонский порт. Ну, Херсонский порт, понятно, замер там в ожидании концессии. Но насколько это ударит по этому сектору и что вообще можно сделать? Я не знаю. У них и так все было грустно, скажем так. А сейчас ситуация, так понимаю, еще более усугубится. Какие-то меры можно предпринять именно для поддержки тех предприятий, которые находятся непосредственно в ведении государства? Меры могут быть те, о которых я уже говорил. Это снижение регуляторной нагрузки. То есть, другими словами, дать больше свободы руководителям этих предприятий в это сложное время. Второе, это экономически. Посмотреть, что экономически сегодня можно сделать со стороны Укрзалезницы, со стороны других предприятий. Государственных, которые могут упростить и удешевить логистику направления этих портов. Посмотреть на контрольные процедуры. Вы были свидетелями дирегуляции в 2015 году, когда практически не ходили на суда, контролирующие органы. Скажите, не парадоксально ли, что сегодня, в период карантина, когда надо минимизировать контакты людей? На борт каждого суда опять поднимается комиссия. Мы с вами, что симптомы коронавируса, они неделями могут проходить без внешних признаков у человека. И вот поднимаются сначала одни граждане Украины, сотрудники контролирующих органов, на борт одного суда с иностранцами. Потом на борт другого суда. Потом на борт еще одного суда. Иногда бывает в разных портах, в разных городах. Что они сегодня делают? Не время ли сегодня запретить вообще подниматься, вообще контактировать, производить физический контроль? Что этот физический контроль грузов и судов, что он даст? Что мы найдем три банки краски дополнительных на борту суда? Или 10 тысяч долларов в кармане у капитана? Ну и что? Что они там сегодня ищут? Почему порт стоит контроль морской администрации и сегодня ходят на борт каждого суда? Я не говорю о том, что надо закрыть глазами на безопасность. Есть много других способов контролировать через соседние государства, через страны, меморандумы в Черноморске, в Парижске. Другие способы есть контроль. Не обязательно сегодня физически присутствовать. Я сейчас говорю не о коррупции, я сейчас говорю о безопасности в это время. Никто же не собирается это делать. У нас, по-моему, больше людей стало ходить на суда и грузы контролировать за период карантина. Наверное, просто от безнаказанности, что ли. Это нормально. Там много сейчас служб ходит, но по сути, да. Вот эти меры, которые вы сейчас назвали, 14-дневный карантин и так далее, на сегодняшний день уже есть обеспеченность тестами, экспресс-тестами. То есть можно это в течение 4-5 часов всю команду проверить, грубо говоря, и не задерживая судно ее определиться. Как, что дальше определиться? Нас, насколько я понимаю, запретили членам экипажей иностранных граждан вообще сходить на берег Украины. Что вы собираетесь там проверять? Мало того, что запретили, еще пограничники, проходящие сюда, контролируют. Это вопросы медицинского. Я туда не лезу, есть специалисты, я же не медик по образованию. Я говорю, в случае на здравом смысле. Юрий Юрьевич, вот вопрос еще к вам. Вот эта служба, которая занималась санэпидемиологическим контролем на судах, на водном транспорте, ее, я так понимаю, в прошлом году началась процедура ликвидации. Сейчас, я так понимаю, что она на передовой всех этих досмотров и так далее. То есть ее специалисты дают заключение о том, что здоровая команда, не готова, не здоровая, в каком виде, можно ее допускать, нельзя допускать. Насколько они вообще готовы были еще в те годы к таким каким-то вещам? Насколько они сейчас готовы с этой процедурой закрытия, которое у них идет? Или вы не в курсе этого момента? Там во главе этой службы, я знаю одного человека и знал его все годы. Главного санитарного врача в сфере морского транспорта, Голубятникова Николая Ивановича. В моем понимании более профессионального человека в этой сфере не существует. То, что с этой службой делали на протяжении последних пяти лет, дважды или трижды ее ликвидируя, потом возрождая, потом присоединяя в ДЭШ, пожив стандарт службу, потом выделяя лабораторные центры. Это еще раз показатель тех, скажем так, незаконченных реформ, которые происходили и происходят. Комментировать, насколько они готовы, я не могу, потому что я не специалист. Но, возвращаясь к тому, о чем я говорил, я считаю, что сегодня СЭС, как мы ее привыкли называть, сегодня они, по-моему, называются лабораторные центры, они сегодня должны быть единственными, единственными, кто должен подниматься на борт судна, которое приходит в Украину для производства тех или иных грузовых операций. А транспорт – это, безусловно, та сфера, которая должна функционировать, несмотря на все меры, которые вводятся в стране. Это так называемый сектор критической инфраструктуры, который должен функционировать и выполнять основную свою роль – участвовать в мировой торговле. Если мы изолируемся от мира и будем вводить какие-то ограничения, как уже звучало, закрывать какие-то пункты пропусков, часть в портах, ограничивать перемещение людей, это будет иметь последствия больше, чем непосредственно от самого вируса. Это мое личное мнение. Вопрос такой. Вот вы там среди основных мероприятий озвучили тарифы, финпланы АМПУ. Доставка моряков на борт судов. Мы уже много раз говорили по поводу сертификации моряков, о том, что на три месяца только продлили для тех, кто в плавании. Непонятно, как сейчас это все будет происходить с теми моряками, которые остались на суше. Насколько Украине и власти нашей вообще стоит двигать идею и мероприятия направлены на то, чтобы работники моря, которые являются критичными на сегодняшний день для логистики международной, могли как бы какой-то там беспрепятственный доступ получать на суда, авиаперелеты и так далее, и так далее. И вообще вот насколько мероприятия, которые на сегодняшний день мы наблюдаем, там, ну вы в Одессе смотрите на губернатора, так понимаю, там какие-то там происходят действия, да, штаб непосредственно борьбы с коронавирусом. Вообще начала ли Украина вообще думать про экономику или еще вот не ощущаются каких-то таких движений? На вопрос, начала ли Украина думать про экономику, тем более в этот сложный период. Я этого не ощущаю, и те бизнесмены, с которыми я общаюсь, этого тоже не ощущают. Хотя так как Верховная Рада собралась на один день для того, чтобы принять ряд решений, связанных с эпидемией, никто не мешает собраться точно так же на один день и принять ряд серьезнейших законопроектов, которого требует экономика, в частности водный транспорт. Ну этого не происходит. Что касается вопроса, который вы задали, как правильно ответить, я даже не знаю. Ну то есть какие шаги нужно предпринять Украине для того, чтобы сектор морских перевозок не пострадал в экономическом плане. Просто банально, потому что некому будет работать на судах. Это все совсем уже просто. Ну вот знаете как, здесь существуют две точки зрения. Здесь вечная дискуссия. С одной стороны, что украинские моряки, они не платят налоги, и поэтому чуть ли не не должны сами как-то там заниматься, сами бороться с системой дипломирования, сами добираться, сами возвращаться, раз они ничего не платят в бюджет. Одна точка зрения. Я с ней категорически не согласен, потому что я считаю, что украинские моряки вносят серьезнейший вклад в экономику нашего государства путем привоза в Украину огромных средств финансовых, которые заключаются в их заработной плате. Мы уже считали, что сумма этих средств, она достигает суммы, которую получает Украина от половины экспорта зерна. А точнее, это полтора-два миллиарда долларов в год. Это та сумма, которая поступает в Украину благодаря спросу на мировых рынках, на украинских моряков. Что происходит сегодня? Сегодня есть ряд украинских моряков, которые находятся все еще за рубежом и не могут попасть в Украину. То есть ряд из них находится на работе на судах, продолжая получать заработную плату, продолжая содержать свои семьи, которые живут в Украине. Ряд моряков, которые сошли с борта судов, но все еще не доставлены в Украину. И в этом плане, вероятно, есть какая-то недоработка МИД. В частности, я знаю, что около 20 моряков вводят в Саудовскую Аравию и не имеют информации о том, когда их заберут в Украину. Значительная часть моряков оказалась в Украине и не может уйти в рейс. Соответственно, люди не получают заработную плату и, соответственно, люди не привозят эту заработную плату в Украину. А деньги, пусть и даже те, с которых не платят, с аналогией, это в любом случае вливание в экономику. А у нас сегодня экономика в большей степени, наверное, состоит именно из этих средств. Так вот, если мы посчитаем, какой эффект украинские моряки дают для Украины, то я бы сказал, мы, приятно, тоже это считали, что около 7%, 7%, а по некоторым оценкам, 10% населения Украины живут за счет денег, которые в Украину привозят украинские моряки. Вот значимость. Вот значимость. Поэтому, конечно, должна быть какая-то государственная реакция на это. Я не хочу сейчас сказать, как это делать, потому что есть много ограничений. Есть решение Украины о приостановке авиасообщения. Есть закрытые аэропорты. Есть страны, куда надо направляться украинским морякам, для того, чтобы сесть на борт судна. Но точно государство должно стараться этот узел сейчас развязать, потому что государство в этом заинтересовало. Моряки не собираются летать бесплатно, они готовы платить, наверняка готовы платить за то, что их будут доставлять в места смены экипажа. Но то, что кто-то должен это курировать со стороны государства, то, безусловно, это не подвергается никаким сомнению. И, кстати, партнером здесь, какому-то государственному органу, МИДу, Минотфраструктуру, или морской администрации, кто может выполнять такую функцию, может быть наш центральный профсоюз во главе с Киреевым Михаилом Ивановичем, который профессиональнейший человек, который объединяет в себе, скажем так, наибольшим образом интересы моряков. Вы не в курсе, разрабатывались ли какие-то предложения для власти, в том числе, возможно, со стороны профсоюза, еще каких-то заинтересованных организаций? Как это можно сделать? Я не в курсе. Я думаю, если вы зададите этот вопрос руководителю профсоюза, какую-то информацию он может представить. Или руководителям ведущих Кривый Инвес. Они тоже в этом прямо заинтересованы. Вопросы еще к вам. По поводу импорта. То есть пока что мы с вами обсуждали в основном экспортные составляющие, наверное, больше. Насколько, по вашим оценкам, импорт в Украину просел, не просел? И какая может быть перспектива? То есть в Китае мы знаем, вроде как экспорт уже восстановили. Насколько наше потребление готово принять тот объем, который был раньше? Ну, то есть понятно, что там какие-то магазины закрыты, но, наверное, будет там больше торговля через интернет, там какие-то доставки и так далее, и так далее. Есть ли уже какое-то понимание, вот чего ожидать в сфере импорта? Ну, во-первых, мы с вами видим пустые города, пусть и пустые, или закрытые торговые центры и закрытые промтоварные рынки. А это основное направление было, которое потребляло импорт, ну, если мы говорим о товарах широкого потребления. Это одна причина. Раз. Ограничительные меры, которые вступили в силу в Украине с точки зрения перемещения и так далее, это два. Третье. Каждый день закрываются предприятия. Каждый день. Каждый день. Тысячи людей теряют работу, соответственно, теряют доходы. Это тенденция угрожающая, соответственно, у людей меньше денег, соответственно, они просто не в состоянии тратить на импорт те средства, которые они тратили до карантина. Это приводит к тому, что уже сегодня, сегодня, насколько я читал аналитиков, тоже я согласен с их мнением, около 50% уже сократился спрос на потребление импорта. И пока будет карантин, пока не пойдет на спад ситуация, связанная с пандемией, этот показатель будет, к сожалению, только расти. Соответственно, падение спроса на импорт имеет целую цепочку негативных последствий, которые выражаются в сокращении смежных видов. Экономики, транспорта, ну и, собственно говоря, куда-то вообще. Как вы оцениваете, ну, в принципе, рынок круизов? То есть, понятно, что там все грустно у нас сейчас стало. Но я даже не знаю, что это может спасти, честно говоря. Вот если там даже создать какой-то штаб и так далее, и так далее. А вот как можно спросить, так вот, если, допустим, как круизный туризм? Есть понимание? Из-за того, что у нас с 2015 по 2019 включительно практически этого рынка не было. Силу, сначала причин, ситуация на Востоке, Крым, потом в 2016 году ситуация в Турции. Все это привело к тому, что в 2017, 2018 и 2019 год количество иностранных круизных судов, которые выходят за Пасфор, оно было равно нулю. Что касается 2020 года, когда, как бы, сказалось бы, 10 судов должны были зайти, это были твердые заявки. Мы сегодня, безусловно, понимаем, что эти заявки, они будут отменены. Во всяком случае, до глубокой осени точно. Что может спасти? Скорейшее окончание пандемии в мире. И тогда, опять же, начнется этот рост. Насколько этот рост будет быстрым, покажет время. Но, скажу вам по опыту, что круизный туризм сам по себе является очень инерционным. Для того, чтобы мы получили, увидели опять те заявки, которые ожидали на 2020 год, я думаю, что, наверное, опять понадобятся, к сожалению, годы. Какие-то еще отрасли настолько же серьезно пострадали, как круизный туризм? Или пока мы только говорим, слава богу, про одну отрасль, и на этом пока все? Вы говорите об отраслях транспорта? Транспорте, экспорте, то есть, ну, вот все, что связано с морской индустрией. Судостроение, судоремонт, там, не знаю, бункировка, доставка топлива. Наиболее уязвимыми стали украинские моряки и стали именно круизные перевозки. Все остальное работает, сработает, безусловно, имеет спад, но продолжает функционировать. Окей. И вопрос, наверное, последний. Если создавать какой-то антикризисный экономический штаб или как-то так, по каким направлениям вы бы видели там специалистов и, наверное, на базе чего его создавать, на базе какого-то там гражданского общественного движения и как это лучше всего сделать, по вашему мнению? Создавать его надо на базе тех органов, от которых зависит принятие решений. То есть у нас наибольшее количество решений находится в компетенции Кабинета Министров. Соответственно, при Кабинете Министров должен быть такой штаб, который ежедневно разрабатывает решения, направленные на упрощение ведения бизнеса. И эти решения ежедневно, без многомесячных согласований других министерств, буквально с голоса, утверждаются на заседаниях Кабинета Министров и начинают работать. И бизнес их мгновенно чувствует. Под отраслям, безусловно, такие же штабы, вероятно, должны быть и в других центральных органах. В нашем случае в Министрове, которые будут готовить эти решения, которые будут принимать решения, которые регулируются приказами Министрове. А там дальше по нисходящей. И в администрации морского речного транспорта, и в администрации морских портов, и на других подведомственных предприятиях. Я вас подвожу, на самом деле, к той мысли, что в экономике есть там отдел, или там целое подминистерство дирегуляции, которые как раз и призваны от этих вопросов заниматься дирегулированием, упрощением и так далее. И второй момент, что, наверное, этот ручной режим тушения пожаров, который есть на сегодняшний день в министерствах, он не позволяет, скажем так, отвлечься на какие-то такие более-менее вещи с прогнозом год, два, три, возможно. То есть, может, есть смысл сделать это каким-то там органом дурачим или как-то именно из представителей бизнеса? Представители бизнеса будут с удовольствием давать предложения органам власти, от которых зависит принятие решений. Потому что представители бизнеса соберутся, и все единогласно примут практически одни и те же решения, которые им необходимы. От этого же Кабинет министров или другие центральные органы иначе работать не будут. Это должна быть исключительно работа центральных органов, на высшем уровне. Потому что, повторюсь, что сдерживание экономического падения это не менее важный процесс, который сегодня надо осуществлять, нежели борьба с непосредственным проявлением вируса. Мы видим сегодня, как постоянно, как все борются, решают, сколько людей может одновременно ходить по улицам и так далее. Не буду повторяться. Но мы не видим ежедневных решений, направленных на помощь экономике и гражданам Украины. За счет чего люди будут жить через месяц, если это продлится? Если через месяц прогнозируют до 40% закрытия предприятий, из которых уже 15% перестали функционировать. За счет чего люди жить будут? Поэтому бизнес может говорить сколько угодно. Сейчас время говорить при власти, а точнее принимать решения. Для этого есть сегодня, именно для принятия смелых решений, к сожалению, вот эта ситуация может сегодня, она сегодня просто подталкивает. Она сегодня шанс дает Кабмину принимать те решения, которые вы, может быть, не поняли до карантина. Тяжело было бы объяснять. Мы опять же возвращаемся к тому, что на сегодняшний день очень много выполняющих обовязков практически во всех структурах морской отрасли. И, ну, походу, там некому. Где некому? Ну, в МПУ, по крайней мере, некому. В морской администрации некому. В Министерстве... Ну, знаете как, не хочу комментировать личности. Я больше за справедливость. Большая часть вопросов находится в компетенции Кабминета Министров. Пока Кабмин не утвердил финпланы и не разрешил АМПУ реализовывать проекты, ремонтировать, строить и так далее, нельзя говорить, эффективно или неэффективно работает АМПУ. Это раз. С точки зрения тех же конкурсов. Кто проводит конкурс? Центральные органы или предприятия? Центральные органы. Почему они не проводятся? Почему не доводятся до конца вопросы с руководителями? Это же вопрос не к ним. Я могу рассказать свое мнение о каждом из них, но это будет субъективно, наверное, неинтересно. Ну, да, наверное, вы правы. С точки зрения тарифов местных, да, есть вопрос на уровне предприятия, есть вопрос на уровень морочный сервис, есть вопрос на уровне МПУ. Еще раз повторюсь, есть возможности сегодня, которые доказаны судами, отменить ряд тарифов, которые дополнительно обременяют бизнес. Есть. Мое мнение, что сегодня их надо отменять. Без этих нескольких миллионов гривен АМПУ проживет. А некоторые предприятия не вытянут эти услуги в сегодняшние сложные времена. Ну, я бы все-таки шел от большего к меньшему. Юрий Юрьевич, вопрос к вам еще такой. Ну, так, для читателей нашего издания вы могли бы сделать такой список того, что вот давно уже просится, давно пора, и вот никак. То, что нужно сделать и можно сделать. Мы сейчас с вами эти моменты проговорили, но я вижу... Все это не меняется, к сожалению, за последние годы. А то только увеличивается этот список, но из него ничего не ушло. Ну, да, но тем не менее его надо озвучить. Я готов. Когда вы хотите сейчас, чтобы я это сделаю? Если можете, давайте сейчас. Давайте так. Ну, вроде Кабмина, что мы можем сделать? Ну, на сегодня регулирует Кабмин. Финансовые планы мы уже поговорили, так? Кадровое решение, два. Вопросы, связанные с инвестициями, три. Упрощение государственных закупок, упрощение процедур, связанных с арендой, с писанием имущества, четыре. Тарифные решения частично плоскости Кабмина, тоже пять. Вопросы, связанные с так называемой дерегуляцией, а точнее с ограничением контрольных функций основных контролирующих органов, которые контролируют суда, грузы, портах, на этот период, шесть. Это все, что может делать Кабмин. Это так, но скидка. Верховная Рада Украины. Знаменитый закон о внутреннем водном транспорте. Можно его принять за полчаса? При желании. Можно. Уберите оттуда нормы, по которым сегодня идет принципиальное противостояние. Уберите просто их. Примите то, что полезно. Освободите бизнес от оплаты за проход ЖД Мосток. Можно сделать? Можно. Пострадает этот укрозалезнитель? Да никак не пострадает этот укрозалезнитель. Объем этих средств совершенно непринципиальный. Можно сегодня по шлюзам принять решение в дешеве? Можно. Считали это доли копейки для энергетиков стоит. Если на них это переложить содержание. На киловатт. Можно принять решение. С точки зрения упрощения контрольных процедур и, скажем так, быстроты инвестирования в создание речной инфраструктуры портовой. Строительство причалов, складов и так далее. Можно это быстро сделать? Можно. Так оставьте это в законе. Примите его за полчаса. Пусть закон начнет работать. Пусть в это сложное время начнут инвестировать люди в реку. Которые все еще есть и готовы инвестировать. С точки зрения украинского флага. Можно выбрать эту норму с кодекса торгового мореплавания о том, что предприятие должно быть необязательно на 100% украинским для того, чтобы поднимать флаг. Упросить вопросы налогообложения. Это же не несет никаких потерь абсолютно. Можно это сделать? Можно. Но для этого этим надо заниматься. С точки зрения контроля экипажей судов, которые не сходят на берег. Отмените его вообще. Зачем вам контролировать людей, которые не сходят на берег? Можете мне объяснить? Можно отменить. С точки зрения предприятия я уже вам говорил. Упрощение процедур, связанных с контролем ПСК, обмена сборов, таких как приход-отход, информационные услуги и ряд других местных тарифов, которые, повторюсь, судами на всех инстанциях признаны незаконными. Почему-то в ручном режиме это удерживается. Запрет на поход всех контролирующих служб, кроме СЭС, на суда и минимизировать контроль груза. Можно сделать? Можно. Но это так, на вскидку вам говорят. Хорошо, спасибо огромное. В срочном порядке утвердить все те документы, которые месяцами там лежат. За один день утвердить имеющиеся сельфинпланы, титула, чтобы завтра люди вышли на работу, строители, судоремонтники и так далее. В параллеле менять эти процедуры, их упрощать. Работа не початок края, вопрос только, когда я начну заниматься. Спасибо огромное. И вам. Я думаю, что мы еще к этой теме вернемся, с учетом той ситуации, которая нас ожидает. Спасибо, до связи. Всего благ.